Вера Владимировна, Вера Владимировна, Вера Владимировна. Уважаемые участники конференции, всех приветствую. Очень интересная и важная затронута тема на конференции. И я хочу сегодня рассказать о роли общественных организаций в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Если вы сейчас посмотрите, то вот буквально увидите, как с 2006 года по 2015 проведена большая работа, но здесь еще, наверное, не добавлена последняя, десятая книга. Вообще в 2018 году закончена эта работа, и на свет вышли 10 книг. Вот такие книги. Видите, с ними всегда происходит работа, поэтому они в таком рабочем состоянии. Но история создания книги – это жители блокадного Ленинграда, муниципального образования Пискаревка. В 2005 году затронули тему о сохранении памяти от первоисточников. И мы начали собирать истории, сами не ожидая, во что выльется этот проект в десятилетие. В этих книгах, 10 книгах, сохранены истории 600 участников, жителей блокадного Ленинграда, участников Великой Отечественной войны, малолетних узников фашистских концлагерей. И, конечно, те, кто были и труженики тыла, участвовали в тылу, но приносили и вносили роль в будущую победу. Вы знаете, я, чтобы не говорить долго, это можно посмотреть эти книги, они есть на сайте муниципального образования Пискаревка. Но именно общественная организация, жители блокадного Ленинграда, взявшись за эту работу на протяжении нескольких десятилетий, ну, 13 лет, работали вместе с нами плечо к плечу. Вы знаете, одна из историй, вы видите здесь тетрадь, пожелтевшую, написана фиолетовыми чернилами, очень красивым почерком. В школах давали задание все писать, все писать каждый день. И пишет десятиклассница, которая уже в осознанном состоянии, 17 лет, она пишет, 22 декабря, 41 год, не хотела начинать новую тетрадь в таком удручающем настроении. Ну, что делать? Все, ждем лучших дней. На фронте положение улучшилось, наши перешли в наступление, заняли ряд городов. Ленинград пока в капкане, взят наш имя Тихвин, очищена дорога до Волхова, но ленинградцы улучшений не видят. Буду писать о себе. Сидим на, как и большинство, на голодном пайке, то есть форменным образом ничего не имеем. Ночами надо отстаивать очереди, чтобы получить какие-нибудь 200 грамм крупы. Получаем по 125 грамм хлеба. Похудели жутко. Хорошо, еще не пухнем. Но уже ноги еле носит, шатает, ломит в суставах. Сил нет, совсем нет. Останутся живы самые счастливые. В таком тяжелое время живем. Много смертностей, особенно мужчины, не выносят. Умер дядя Роберт, Кизельберг, Анатолию нашу убила снарядом, уже похоронили. В школе занятия идут. Начинаем с 10 часов и сидим, мерзнем до 12, чтобы только проглотить тарелку жидкого, почти вода, супа. Трубы лопнули, и холод в школе жуткий. Ставят времянки, но когда они будут готовы? Конечно, в знаниях мало продвижений. Ум притуплен, и нет ничего удивительного. От голода сходит с ума. Едят кошек, собак, конина, деликатес. А также дуранда о существовании, который раньше и не слыхали. Ну, довольно. Может быть, станет лучше. И вот так день за днем, как встретили Новый год, как ходили в театр Максима Горького и смотрели «Дворянское гнездо», как артисты извинились за то, что поверх платьев театральных будут пальто, как начали смотреть первые действия и услышали снаряды, артопстрел. Спустились в бомбоубежище, где провели 40 минут. Потом все-таки посмотрели первое отделение. А потом вместе с Шуваловской школой их покормили. И вот этот быт, как это было? Красивым, почерком. А какие идеи причастны, обороты. Я сейчас, работая с детьми, говорю, а вы посмотрите, как писали в 41-м, в 42-м блокадные ребята. Вот такой проект, который был закончен 10-й книгой. Но мы уже его назвали «Бессмертный полк», потому что в 10-й книге уже говорили школьники, правнуки о своих прадедушках и прабабушках. Но это очень важно. Работа большая, я горжусь этой работой и считаю, что без общественной организации, жителей блокадного Ленинграда, Совет ветеранов, конечно, эта работа не была бы сделана. На сегодня эта книга читается с 18 января ежедневно. Ребятки из 192-й гимназии, которые здесь рядом, на Брюсовской, читают, рассказывают из этой книги, начиная с первого класса. Читают хорошо, вникают. То есть связь поколений, она есть. И общественная организация, жители блокадного Ленинграда, конечно, благодарят за ту большую работу, которую мы вместе проделали. Спасибо за внимание.